Привет, друзья! Вы на канале Фартовый Коллекционер. И в этом выпуске я расскажу, что можно купить себе на подарок на новогодние праздники, какие сейчас есть новинки, монет, уже выставленные на Виолите, на торги на этой площадке. И позову вас на розыгрыш подарков, билетов в исторический музей. Итак, поехали, друзья! Первое. Вы знаете, что новогодние праздники у нас сейчас уже идут, и многим людям, во-первых, нужны деньги на то, чтобы, соответственно, как-то классно провести время, поехать в отпуск, как-то накрыть стол. И очень часто люди выставляют какие-то лоты, например, наборы монет, редкие монеты, которые у них в дублях или от которых можно избавиться, но они придерживали в течение года. Поэтому я рекомендую перейти на сайт Виолити в раздел «Монет Украины» и посмотреть, что там есть сейчас в актуальных и в новых лотах. Потому что можно купить действительно очень редкую интересную монетку, которая потом в течение года не факт, что появится. Сейчас мы с вами полистаем. Давайте посмотрим. А еще у меня есть отличная новость. Ко мне приехал каталог «Экзонумия Украины». Это каталог с фальшивыми монетами Украины. Я сегодня его распаковал в Инстаграм в прямом эфире. Пока, кстати, запись у меня еще закреплена. Можно зайти посмотреть. Потом я удалю запись и сделаю полноценный разбор. Мои первые эмоции вы можете посмотреть у меня в Инстаграм. Ссылочка на него будет в описании, потому что это потрясающий каталог. Мы можем посмотреть, что на канале «Раритет» у Андрея есть обзор этого каталога. Ну, скоро появится у меня. Я расскажу свое мнение, что я думаю по этому поводу. Ну, в целом, то качество этого каталога – это просто нереальная вещь. И обязательно я сделал полноценный обзор. Можно, кстати, на «Violity» он выставлен. И выставлены жетоны, посвященные как раз совместно с этим каталогом. Выпускались и жетоны. Ссылочку на этот аккаунт я также оставлю в описании. Давайте посмотрим. Сейчас у нас, что выставлено в рекомендуемых лотах. Я для себя несколько отметил. Во-первых, у нас сейчас на торгах, что это 5 гривен с разворотом, с нарушением соосности сторон. Аверс к реверсу. Действительно, таких монеток всплывало, ну, уже штук 5. 2021 год на 180 градусов. Я более детальный обзор расскажу, покажу вам, какие монеты бывают. И 2 гривны, и 5 гривен. Десяток я таких еще не видел. Но я думаю, она будет прилично стоить. Видите, можно купить на «Violity» прямо сейчас за 4 тысячи. Немножко дороговато, как мне кажется, потому что проходы были по 2 800, 2 500. То есть, вначале они были вообще по 50 долларов, когда предлагали, люди не понимали, что они могут быть интересны коллекционерам. Сейчас мы видим, что ставки у нас идут. Возможно, тут нет резерва и до скольки дойдет, до ставки дойдет. Хотя бывает и скрытый резерв. Ставится в подобных лотах. Но, в принципе, тема монет Украины развивается. Вот такие спорные, возможно, заказные, возможно, монета сделала специально для коллекционеров монетки. Они интересны, люди их покупают. И, в принципе, сейчас деньги ничего не стоят. А вот подержать в руках раритет – это круто. Эту монетку я отметил для вас. Последите, посмотрите, за сколько она продастся. Следующая монетка у нас – это то, что у меня есть в коллекции. 50 копеек Avers Avers. Счастливая фартовая монета. Также сейчас выставлена. Они периодически продаются в районе 3-4 до 6 тысяч гривен. Здесь, мы видим, можно автоматически ее купить за 5100 гривен. Но в торги, я думаю, будут немножко дешевле. В целом, это пробная монета считается. Я часто о ней рассказывал, показывал, потому что она у меня в наличии есть. И действительно, это прикольная вещь, которую я бы рекомендовал каждому положить к себе в коллекцию. Как то, что уже не начеканет на Луганском станкостроительном заводе, так как его вообще уже и нет. Следующая монетка, которую я бы рекомендовал положить в коллекцию, если вы собираете монеты Украины – это 50 копеек 2003 года. Они были в наборах, они, скажем так, наборы не выпустились, но монетки как-то попали в оборот, попали в коллекционирование. И если вы собираете, как я, альбом «Коллекционер», то я рекомендую закладывать, как раз начинать с самых таких сложных, непростых монет, которые тиражами 5000 штук были. Есть, конечно, которые там совсем пробные, их нереально достать, или они очень-очень дорого стоят. Давайте мы сейчас полистаем, посмотрим, что из проб вы могли бы к себе добавить в альбом, например, «Коллекционер». Да, вот мы видим у нас Аверс-Аверс монетки, бывают непрочеканные, очень интересные пластины. Ну, вот я таким не интересуюсь, а конкретно пластинами. Вот давайте посмотрим, что у нас есть. Вот это та монета, которую я вам рекомендовал приобрести. Одна копейка у нас Аверс-Аверс также может считаться, ну, может быть, и хулиганкой, да. 50 копеек 2001 года у меня есть в коллекции тоже нечастая монета. В обороте ее найти, ну, сейчас, я думаю, очень-очень сложно. Смотрим, 15 копеек пробные, видите, они есть. Друзья, 20 тысяч – это, ну, хорошая цена. Главное состояние посмотреть, конкретный пробник, я знаю, этого продавца – это оригинальная пробная монета из Луганска. И если у вас есть лишние деньги или деньги, которые вам сейчас не нужны в свой альбом, я бы рекомендовал такую монетку к себе положить. Даже здесь 69 человек, следящих за этим лотом. Состояния у них, конечно, бывают разные. Как вы знаете, тут 4 ягоды у нас. Должно быть 4, если тут меньше ягод, это уже чуть поздняя уже подделка, когда уже не чеканились эти пробные монетки. Так что обращайте внимание на то, какое количество здесь ягод. Ну, в любом случае, площадка Виолити позволяет написать комментарий, позволяет посмотреть отзывы, посмотреть рейтинг продавцов. Ну, и, в принципе, если вы покупаете, вы знаете, какие продавцы здесь с большим рейтингом, кто много продает. И, в принципе, если вы покупали у продавцов, вы можете с ними потом продолжить коммуникацию, общение, и вы понимаете, с какими людьми вы общаетесь, кто занимается этими монетами. Давайте посмотрим, полистаем, что у нас еще есть из такого, что бы я рекомендовал. В принципе, очень удобно, что можно сортировать по каким-то моментам, по популярности. То есть, то, за какими лотами следит большее количество людей, да, какие у нас сейчас есть интересные лоты. Конечно, видите, 1 гривна 92-го года, гладкий гурт. Я думаю, цена у нее должна быть приличная, до 20 тысяч спокойно от состояния. 2 копейки 2003-го года сейчас очень раскручивают, ставят на них космическую цену. Но, друзья, все, конечно, зависит от спроса. Цена однозначно связана с тем, готовы вы заплатить за нее 3 тысячи гривен или 5 тысяч гривен. Я думаю, 5 тысяч или 7 или 10 – это слишком много для данных 2 копеек. Вот, цена, конечно, сейчас мы видим… Давайте посмотрим в новой страничке. Цена сейчас у нас 3 тысячи 600. Как по мне, уже завышена за данную монету. Ну, хотя, если вы очень хотите и у вас есть эти деньги, почему нет? Это, я думаю, каждый решает, сколько денег он готов отдать за ту или иную монету. Из-за того, что мне рекомендуется в этой, вот видите, разделе популярные. Это вот, значит, наборные 50 копеек, которые были в наборе, их достали и продают отдельно. Немагнитные 5 копеек. Ну, я, честно сказать, не собираю сам по магнитности, по немагнитности. Это немножко не мой формат, но есть те, кто коллекционирует. Видите, рекомендуют эту пятерку. Обратите внимание, какие у вас пятерки. С такое ли соотношение или не такое? Одна копейка уже говорил вам, что может быть, да, 50 копеек. 2001, гляньте, немножко даже как будто бы идет нарушение соосности, но я не думаю, что это так. Дальше 25 копеек у нас есть. Аверс, аверс с гладким гуртом. Интересная монетка, такой у меня нет и довольно приличная цена на нее. Если бы, конечно, цена была в районе 150 долларов, я бы рассмотрел к покупке. Здесь 8000, ну, тоже можно, можно, если есть сейчас желание. Видите, 15 копеек с поворотом на 180 градусов. Тут уже цена гораздо дороже, чем ту, которую перед этим показывал. Ссылочку на этот я раздел оставлю в описании, так что, друзья, сможете зайти последить за этими лотами. Самая известная у нас со скучной 95-го года гривна, которая 52 тысячи. До сих пор, видите, она интересно покупают. Не у всех она есть в коллекции, так что это здорово, что у нас есть. Набор, в прошлом видео я показал этот набор 10 лет 2008 года. На самом деле он очень крутой, я просто обожаю его. И он у меня есть теперь в коллекции и в альбоме, и отдельно как набор. Смотрите, здесь, видите, без одной гривны. Конечно, одна гривна дает стоимость сильно этому набору. Но все остальные монетки тоже очень крутые. Я думаю, 1300 может наберет данный набор. Так что поучаствуйте в торгах, если удастся взять его дешевле, вот эти все монетки. Там гривен за 900, это отличная покупка будет. Давайте спустимся ниже, посмотрим, что у нас. Также стандартные с 95-го года. Есть более, вот эти монеты, которые я уже говорил, 50 копеек 2003-го. Но эти монетки у меня уже все-все-все в коллекции есть. Так что мне пока не интересно. Возможно, что-то я хочу поменять, чтобы лучше качество сделать в коллекции. Но это тоже уже чуть позже. Так, давайте посмотрим, как еще работает этот фильтр. Мы посмотрели по популярности. Можем посмотреть, за какими лотами следит как можно больше людей. То есть смотрим, что за вот этим лотом следит английский чекан. Конечно же, самый популярный. 171 человек следят за тем, сколько же продастся конкретно эта монетка. Почему-то такое количество за гривну 95-го года следят. Видимо, рекламу заказывал данный продавец. Тут вообще я не пойму, в чем у нас особенность. Может, на 180 градусов разворот. Нужно читать более подробное описание. Ну, видите, вот тут вы можете, кстати, покупая монетку, продавая свою монету, вы можете прорекламировать свой лот, нажав вот эту кнопку. И можете для вот этих подписчиков рекомендовать свои какие-то монеты. Давайте посмотрим, что здесь у нас за разновидность. Да, видите, здесь у нас указаны конкретные разновидности. Ну, и Blitz цена, конечно же, тоже серьезная. Так, друзья, я хотел сказать вам, что переходите ко мне в Инстаграм и посмотрите обзор, пока я его еще не удалил, на книгу «Экзонумия Украины». Она у меня уже в наличии, я сделал обзор чуть позже, а сейчас пока в Инстаграме у меня эта запись сохранена. И также в Инстаграме я сделаю скоро прямой эфир о том, кто же получит билеты в Харьковский исторический музей. 20 билетов я разыграю, следите за моим Инстаграмом, там будут все-все-все анонсы. Ссылочка на мой Инстаграм будет в описании. И все ссылки на эти лоты я оставлю также в описании. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи. Пока!